Позвольте мне рассказать вам о трех шагах, которые позволят вам начать изменения в жизни. Они могут изменить вашу жизнь, вашу личность, они могут изменить все. Первый шаг. Узнайте, как работают вещи. Первое, что вы должны сделать, чтобы стать лучше, это выяснить, чтобы изменить свою жизнь, вам нужны конкретные идеи. Идеи могут изменить абсолютно все. Эрл Шоу всегда говорил мне, что главная проблема – это отсутствие идей. На тот момент у меня не было денег, я сказал об этом мистеру Шоу, а он ответил, что это не является проблемой. Но до этого момента я всегда считал это проблемой. Он сказал, что проблема в отсутствии идей о том, как создавать деньги и богатство. Это не недостаток денег, это недостаток идей. Если у вас есть идея, вы можете изменить абсолютно все. А чтобы получить идею, вам нужно постоянно изучать эту тему. Шоу также сказал, что когда вы узнаете о чем-то, что работает, запишите это к себе в дневник. Не пытайтесь хранить все у себя в голове. Лучше запишите это к себе в дневник, чтобы вы смогли сделать одну важную вещь – это повторение. Если вы будете повторять это раз за разом, то в один прекрасный день ваша идея укоренится, начнет расти и проявляться в вашем банковском счете, в вашей личности и в вашем образе жизни. И для этого фиксируйте идеи у себя в дневнике. Узнайте, как работают вещи. Шоу дал мне один важный совет. Он сказал, учись. Это отличное слово. Если вы хотите быть успешным, изучайте успех. Если вы хотите быть счастливым, изучайте счастье. Если вы хотите быть богатым, изучайте богатство. Не бросайте это на волю случая, пусть это будет похоже на исследование. Многие люди каждый день живут с надеждой, что все само изменится. Но это не поможет. Вы должны изучить то, что может изменить вашу экономическую, социальную, духовную и личную жизнь. Вот вам одна важная фраза, которую я советую вам записать и запомнить. Возможно, вы не сможете сделать все, что узнаете. Возможно, у вас не получится это сделать. Но вы должны знать все, что вы можете сделать. Ведь никто из нас не хочет закончить свою жизнь и прожить только одну десятую ее части, а остальные девять десятых пустить на самотек. И не из-за отсутствия возможностей, а из-за недостатка информации. Поэтому первый шаг – узнайте, как работают вещи. И одно из лучших человеческих качеств – это любопытство. Запомните это. Будьте любопытны. Вы можете добавить слово, которое его усилит. Детское любопытство. Ведь что будет делать ребенок, если он очень сильно захочет что-то узнать? Он будет доставать вас. Он задаст вам тысячу вопросов, а после этого еще тысячу. Он доведет вас до крайности. И это на самом деле одно из лучших качеств. Если вы хотите что-то узнать, то будьте любопытны, как ребенок. Теперь второй шаг к личностному развитию. Займитесь работой. Теперь вы должны предпринять определенные шаги в отношении того, что вы узнали. Обычно мы называем это план игры. Вам нужно составить свой личный план игры. Этот план нужен вам, если вы, например, занимаетесь продажами. Вам нужен домашний план игры, план социальной игры, план деловой игры, план финансовой независимости, ваш инвестиционный план. Вам нужно изложить этот план на бумаге. Не держите его у себя в голове. Отобразите его на бумаге. Я часто спрашиваю у людей, какие у тебя планы на следующие полгода. И большинство сразу начинают рассказывать мне о своих планах. Тогда я говорю, нет, не рассказывай мне, покажи мне свой план. Тогда я смогу его проанализировать и, возможно, смогу помочь. Составьте для себя план игры и предпримите определенные шаги в отношении того, что вы узнали. А сейчас я скажу вам лучшее слово, которое я только знаю, говоря о действиях. Массивные. Массивные действия — это панацея для всего. Если вы хотите обзвонить клиентов, сделайте несколько тысяч звонков. Если вы хотите обзавестись связями, создайте для себя несколько тысяч контактов. Если вы хотите постучать в двери, постучите в несколько тысяч дверей. Это изменит абсолютно все. Как обычно говорят люди, которые ничего не достигли. Я пробовал один раз, два раза, и у меня не вышло. Кто-то говорит, что будет пытаться это делать на протяжении 30 дней. Можно догадаться, какие у него будут результаты. У вас должен быть самый лучший план игры. Вот что вам нужно сделать как можно быстрее. Составьте план игры и посмотрите на него. Если он не загружен массивными действиями, то измените его как можно быстрее. Это и есть формула успеха. Возьмите хорошую идею и предпримите к ней массивные действия. Примите серьезные меры по хорошей идее. Это формула успеха. Самое главное здесь это соотношение. И вот вам ключ. Не ждите, пока вы узнаете несколько тысяч вещей. Так вы только потратите кучу своего времени, и в итоге можете оказаться умными, но бедными. И одно дело быть глупым и бедным. Но вот если вы умны, но при этом бедны, это очень досадно. Не пытайтесь благодаря обучению получить только лишь одни знания. Пусть ваше обучение приводит вас к конкретным действиям. Тогда вы станете богатыми. И я сейчас говорю про богатство не только в плане денег. Есть очень много людей с большими деньгами, но которые при этом очень бедны. В мире очень много богатств. Но чтобы получить большую их часть, вам нужен массивный план действий. И, наконец, третий шаг к личностному развитию. Не пытайтесь победить систему. Узнайте, как именно это работает. Работайте над этим, но не пытайтесь победить это. Многие люди думают, что знают более чем достаточно, чтобы начать искать какие-то обходные пути и дешевые ответы. Не пытайтесь это сделать. Так вы просто закончите с дешевой жизнью. Узнайте, как это работает лучше всего, и сделайте именно так. Пусть даже это займет немного больше времени, но лучше делайте это правильно. И вдобавок к этому шагу еще один важный момент. Учитесь как можно быстрее. Старайтесь учиться как можно быстрее. Пусть это не занимает у вас много времени. Еще один момент. Будьте гибкими. Очень многие люди отказываются принимать что-то новое, даже если настанет более лучший момент. Даже если вы занимаетесь этим уже 30 лет, все равно будьте готовы к переменам, если вдруг появится более лучший способ. Действуйте, но не пытайтесь обмануть систему. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...